Вот смотри, ты человек рациональный или больше опираешься на эмоции? Ну знаешь, в современных реалиях достаточно тяжело быть рациональным человеком, когда ты идёшь по улице, а у тебя 70% скидки на всё. Ну и тут, конечно, берут у тебя верх эмоции. Ты не можешь устоять. Такой 70%, блин, это круто. И покупаешь кучу ненужных вещей. Ну тут, наверное, эмоциональная часть, да, больше. А по темпераменту ты кто? Сангвиник, флегматик, холерик или меланхолик? В основном я спокоен, поэтому, наверное, сангвиник всё-таки. Потому что я не могу себя как-то отнести к другим вот этим типам. Да, наверное, всё-таки сангвиник. Как ты считаешь, вот может ли человек быть бесчувственным таким вот каменным, вот таким железным дровосеком? Конечно, может. Тут зависит от бэкграунда человека, что с ним происходило за время его жизни, какие события он переживал. Потому что сразу люди же не становятся такими железными дровосеками. Это со временем приходит. Просто вот наш сегодняшний герой говорит о том, что из различных направлений ему ближе сентиментализм. А я напомню, что представители этого направления фундаментом человека объявили именно чувства, а не разум, как делали это их противники, исповедовавшие классицизм. Ради перестройки мира нужно было освободить чувства из своей внутренней тюрьмы и их совершенствовать. Герой сентиментальной литературы, он более индивидуализирован. Его внутренний мир обогащается способностью сопереживать, чутко откликаться на происходящее вокруг. То есть сентиментализм вот это подразумевает. Вот мы и посмотрим, так ли с сегодняшним нашим героем. Понятное дело, в рамках стилей уже не актуально сейчас никого пихать, но все же. Утренняя туманность, туманность нашего бытия. Я призрак, словно невыдимка, средь сотен таких же я. Доброго времени суток. Этими строками мы открываем первый выпуск нашего подкаста с интересным, на наш взгляд, названием «Базар-подкаст». Название его отсылает к разговорному слову «базар» или «базарить», а также выражение словно бабка на базаре. Здесь мы будем приглашать гостя и говорить с ним на ту или иную тему в формате Small Talk. По сути дела, это наш аудиодневник встреч с различными людьми, так как цель данного подкаста не взять интервью гостя, а поговорить. И сегодня мы рады представить нашего первого гостя. Это Олег Сеничев-Берс, новгородский поэт. Здравствуй, Олег. Добрый день, добрый день. Так, Олег, смотри, сперва у нас рубрика «Блиц-презентация». За минуту тебе нужно представиться и рассказать тебе всё, что посчитаешь нужным. Так, минут пошла, да? Да. Поэт, музыкант, пишу стихи, играю музыку, закончил музыкальную школу по флейте. На флейте не играю, уже года полтора. Водолаз, ныряю. Восемь лет потратил на бассейн, занимаюсь организацией мероприятий. Праздники, свадьбы, нет. Главный организатор фестиваля «Огни», небезызвестного уже в Новгороде, не знаю. И автор сообщества «Эпиграф». Мне кажется, это основное, что можно сказать на самом деле. Увлекаюсь театром, хотел бы развить в дальнейшем какое-то творчество в Новгороде. Какое именно творчество? Да, все виды. Хотелось бы в целом объединить людей, чем сейчас и пытаюсь заниматься. Объединить все направления, но как бы чтобы это была как единая такая семья, которые могли бы помогать друг другу, хоть в записи, хоть в организации и так далее. Лучше что-то типа того. Тогда вот у меня такой вопрос. Почему «Эпиграф»? Ага, да. Вообще, про это могу много рассказать. У нас сообщество на самом деле зародилось достаточно давно. И изначально это было «Облако в штанах». Потому что мы изначально занимались проведением литературных вечеров. И самый первый был как раз по Маяковскому «Облако в штанах» — одноименные его поэмы. И сначала закрепилось оно, после мы такие, надо что-то более серьёзное. И появилось молодёжное творческое объединение, МТО. Но звучало как-то не очень. И со временем у нас на мероприятиях один мой хороший друг, наш поэт нашего объединения, Никита Морозный, начал предлагать делать небольшой эпиграф, небольшое предисловие в начале перед вечерами. И так потихоньку оно и закрепилось как эпиграф. И вот какой смысл в этом названии? Как бы, так сказать, в метафизическом плане? Ну, если пофилософствовать, эпиграф — это как некая ступень всех людей, которые принимают в нём участие перед их цельной карьерой творческой, например. Ну, вот иногда эпиграф может несколько обманывать, потому что, вот, к примеру, когда я читал Булгакова «Мастер и Маргарита», у него, у Булгакова в качестве эпиграфа приведена цитата из Фауста Гёте. И я почему-то подумал, что это совершенно схожее произведение с «Мастером и Маргаритой» вот в смысловом плане. Но позже, когда я уже попытался прочесть это произведение, я чуть с ума не сошёл, вот. Ну, Булгакова в целом очень интересный товарищ, и мне кажется, это всё равно эпиграф был выбран там не зря. Я тоже имел честь читать сие произведение, вот. Очень интересный стиль написания в целом даже для тех годов, он был прям очень актуален. Сейчас с моментами он в целом, да, тяжело читается для многих, вот. Это так же самое можно почитать «Собачье сердце», но, ну, не знаю, мне вот было лично очень тяжеловато читалось, а вот «Белая гвардия» читается очень легко, такое очень душевное произведение, то есть произведение произведению рознь, и мне кажется, эпиграф, он не то чтобы обманывает, он скорее задаёт какой-то стиль общий дальнейшего чего-то, как-то так. Хорошо. То есть «Собачье сердце» для тебя было довольно тяжело, да? Ну, не назвать это тяжело, скорее нудновато, потому что очень растянутое повествование, как мне показалось. Задумка-то вообще интересная, для тех годов-то это вообще вау. Плюс это же просто большая сатира против коммунизма, если взять, что, типа, даже собака может вступить к коммунистам, вот это то, что первое, за что он цепляется, это коммунизм. Это, конечно, волшебная просто метафора и так далее, но в остальном мне... Не, там классно, это стили как поднаучный, потому что это как бы дневники профессора, вот, но для меня он был тяжеловат именно в прочтении, менее художественный, чем «Та же Белая гвардия». — Хорошо, ну вот как ты считаешь, а вот Шариков сейчас есть в нашем обществе? — Да. — В плане как персоны? — Ну вот, в плане как вот тип личности? — Конечно, есть, я думаю, да. Шариков есть в каждом из нас, мне кажется, на самом деле. Причём Шарикова-то не назовёшь плохим, на самом... ну, это если брать более конкретно. Он очень доверчивый, и в этом нет ничего плохого. Он, скорее, даже такой прототип ребёнка, как мне кажется. Некоторые манеры поведения считают же, что у собак тоже возраст примерно как раз соотносится с, там, вроде, с шестилетним ребёнком максимум, как-то так оно, или четырёх, вот. Вот. И мне кажется, в нём очень показана такая, на самом деле, хорошая черта человека — это именно искренность. Вот. Но за счёт того, что он впервые в этом мире, он как бы не понимает. В реальности сложно было бы, мне кажется, встретить такого же человека, как там. Есть люди хуже, мне кажется, есть люди лучше. Но вот того же уровня, мне кажется, сейчас, ну, сложно прям такого же встретить. Похожих на него — да, да, много, думаю. Те, кто доверяют, ну, не готовы проверить, верят просто в идею. С одной стороны, это хорошо, но не всегда приводит к хорошему. А Преображенский сейчас есть? Вот, как бы, Преображенский же тоже фигура неоднозначно положительная. Ну, да. Как бы, он пытался сделать что-то новое, новаторское, и в то же время, как бы, обмануть природу. Он пересадил гипофиз с пса в тело человека. И в итоге получилось нечто похожее на Франкенштейна, и даже того, что... Даже того хуже, если бы он всё-таки обратно не сделал, мы бы ещё увидели бы дальше, каких бед натворил бы этот Шариков. Мне кажется, сейчас... Вот тут однозначно, мне кажется, можно сказать, что такие люди есть среди людей, не то чтобы науки, людей, которые придумывают что-то новое, которые... Но это очень смелый поступок. Смелый вполне, плюс, мне кажется, это такое, как, типа, доказать, что всё-таки интеллигенты могут что-то сделать. Там же как раз времена коммунистического, вот, коммунистической всеобщности вот этой. И, как по мне, есть такие, кто готов добиваться. Это даже отчаявшиеся люди. Ну, ему и так постоянно в произведении угрожают забрать комнаты лишние. Ему хоть что-то бы сделать, чтобы доказать. Ну, да, такой эксперимент отчасти это получился неудачным, как есть цитата одного из наших политиков. Эксперимент, очевидно, неудачный. Вот, но хотя он как бы показал, что есть вариант такой. И если вообще пофантазировать, то это могло в дальнейшем, если бы всё осталось так же, привести к тому, что, не знаю, конспирологии добавим, что правительство узнаёт об этом и такое. Так, можно из собак сделать... Он же, по-моему, из умирающего, да, человека? По-моему, даже уже трупа. Вот, да. То есть можно делать себе армию подчиняющихся собак, по сути, которые вполне бы шли за идею. Но при этом, вот что важно, он взял труп не какого-то интеллигентного человека, а именно дебошира и пьяницы. А, в плане, что, возможно, это как-то, типа, само состояние не от собаки, а от человека. Вот это, кстати, интересный момент, да. Вот особо даже этот момент, вот, обыгран не в самой книге, вот именно прочувствован мной был, а вот в экранизацию с Владимиром Толоконниковым в роли Шарикова, это артист, который Хатабыча играл позже, вот. И когда его, его Шариков представляют на публике, он начинает петь яблочко. И все там, все там хлопают, хлопают, а профессор Преображенский, собственно, главный создатель, он падает в обморок, и, как бы, он уже, может, познает то, что, осознает, что он, кажется, совершил какую-то ошибку. Ну, я вот сейчас, единственное, плохо помню, он же пытался его учить, да, или... Он пытался учить его, вот, именно, азам, вот, азам разговоров, именно, простых, то есть русскому языку, то есть он, в основном, и Шариков учился не на каких-то простых произведениях, вот, на вывесках, и он говорил ему глав рыба, а он читал наоборот. Да, да, да. Ну, вот это интересный момент того, что, во что бы это могло перерасти. Как будто бы даже такая законченность мешает произведению. Возможно, если бы это вот как-то продолжилось, оно же многое что могло вылиться. Я, к сожалению, не ученый, который разбирается в генетике такого рода, но, возможно, вполне были бы интересные варианты дальнейшего развития общества, но это уже с уклоном в научную фантастику. Все равно, если брать произведение Булгакова, это о другом. Это даже не про сам эксперимент, это про людей, мне кажется. Но вот мысль про то, что именно за счет того, что это тело пьяницы, и, типа, он такой и остался, это вот интересно. Возможно, Шариков был обречен быть подобного рода складом человека, ну, или человека-собаки такой, вот, потому что, ну, как бы, он изначально его посадили в такую среду. Вот, как-то так. Хорошо, тогда оставим Михаила Афанасьевича и пойдем дальше. Вот теперь несколько абстрактная тема у нас будет. Вот как ты понимаешь вообще поэзию? Что вот, что такое поэзия в твоем понимании? Поэзия — это некий поток информации, который формируется, если брать более с такой логической стороны, воображением и интеллектом, но в то же время как будто чем-то еще третьим совершенно, что добавляет. Сколько знаю поэтов сейчас, сколько не перечитывая классику, каждый поэт все равно отличается. Единственный интересный момент из-за того, что в моем кругу многие люди начинают часто хотеть тоже начать писать стихи, что-то это, и у всех, кто начинает писать стихи, первые произведения идентичны между собой. Ну, то есть совершенно у разных людей, но они схожи. То есть люди пишут по канонам, которые они читали в школе. Это так смешно, это так забавно. То есть общий стиль начинающих, можно так его назвать. Если говорить про поэзию в целом, для кого-то это отдукшина, для кого-то это эмоциональный выплеск. Что знаю знакомых, кто пишут именно на... Основной типом пик творчества наступает в трудное время, потому что ты пишешь о том, что у тебя там на душе и что-то в этом роде. Ну, как по мне, это такая очень личная вещь для каждого поэта. Это возможность менять мир, это возможность быть частью этого мира больше, чем без нее. А с чего вообще начинается стихотворение, вот на твой взгляд? В плане? Вот в плане... Скажу так, грубое такое выражение для поэзии. Зачатие стихотворения. Вот как происходит? Ну, стартом... Ой, у нас тут еще один собеседник передает всем привет. Вот. И, мне кажется, начало дается в целом от... Может произойти от случайной мысли, от встречи какого-либо человека, эмоции. То есть, в целом для стиха может послужить основой все, что угодно, мне кажется. Но чем оно проще, тем как будто бы лучше оно для начала стиха. Вот так, мне кажется. Потому что чем сложнее какая-то определенная вот деталь, допустим, вряд ли кто-то будет писать стихи про генную инженерию. А почему нет? Справедливо. Если человек, скажем, сам увлекается данной областью, почему бы... И он, например, хочет это выразить творчеством. Вот он как бы... Не только у него мозг заточен под науку, вот под... Ну, не только технический мозг, но и творческий. Вот. На самом деле, очень много людей, которые занимаются техническими специальностями, но пишут стихи. Достаточное количество, знаю, кто вот к творчеству, с технического переходит. Но мне кажется, это когда у человека изначально были творческие задатки, но он ушел там ради карьеры, профессии или чего-то в... Что-то более математическое, может, такое. Потом просто начинает возвращаться к этому. Но если человек хочет писать и пишет про генную инженерию, я бы почитал. Крайне нестандартно было бы. Ну, я думаю, возможно, такие произведения и есть. Просто мир-то большой. Да, да. Вот. Хорошо. Вот ты сказал про школьные лекала, да? То, что начинающие поэты пишут по тем стандартам, которые они изучали в школе. Так вот, как бы... И к чему я это говорю? В школе нас, как правило, учат то, что основным столпом русской литературы является Александр Сергеевич Пушкин. Так вот, я задаю этот вопрос всем литераторам обычно, которые встречают. Каково твое отношение к Пушкину? Ведь ты упоминал в том числе и Маяковского сейчас, представителя русских футуристов. А они, между прочим, ворвались в литературу со своим манифестом по щечино-общественному вкусу, в котором они говорили, что прошлое тесно, Академия и Пушкин непонятнее иероглифов, и призывали бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и прочих и прочих с парохода современности. Вот. Ну, да, это интересная очень мысль. И на тему Пушкина очень интересный, на самом деле, вопрос, потому что много чего могу сказать. Пушкин — это, безусловно, гениальнейший человек, это вот чего точно не отнять. Написать такое количество стихов, занять такую нишу — это, конечно, очень много стоит даже в те времена. Но, как по мне, он, да, он хорошо писал для детей, у него очень много стихов, всё, он очень душевный. Но моментами, за счёт, мне кажется, того, что у многих других поэтов просто не было возможности писать или настолько стать популярными, у меня такое ощущение, что он просто очень, ну, как грубо будет сказано, разрекламированный такой, что, может, не до конца сам получил эту славу. Вот такое мнение, своеобразное, конечно, но такое. Если говорить про Маяковского, ну, это, я безумно точусь от Маяковского, на самом деле, в туристы, в целом, очень интересное направление. Может, в силу возраста, всё-таки, что что-то нового охота, плюс это, так, от школьной программы как раз отодвигается. Ну, Маяковский — это бессмертная классика, хотя и Пушкин тоже. Ну, вот насчёт Маяковского я бы немножко поспорил, да и насчёт Пушкина тоже. Начну, короче, с Пушкина. Нет, насчёт Пушкина даже бы не поспорил, я же с тобой согласен, то, что он разрекламирован, и, к примеру, мне даже больше как-то импонирует Пушкин-прозаик, нежели Пушкин-поэт. Потому что Пушкин-поэт — это вот фотография того времени, в котором он жил. Взять того же Евгения Онегина, как бы, вот детские его сказки, скажем, сказка о царе Салтане, хотел сказать о братке Салтане, сказка о попе и работнике его Балде, вот это да, это как бы дети, что вот сейчас это читают. Вот у меня племянник три года он читает, читал в том числе, да, ему мама читала. Что вот тогда, это да, это вот бессмертная классика. Вот. А что касается Маяковского, ну, безусловно, он, так сказать, один из первопроходцев вот русского футуризма, он ворвался в литературу со своей вот этой лестницей. Но вот в чём дело. Он, на мой взгляд, слишком вот пропагандист. Вот он как будто вот штамповал вот эти большевистские лозунги, вот, делая их вот строфами своих произведений. На мой взгляд. Просто это опять-таки, вот сейчас же тоже существуют Z-поэты, которые на волне хайпа военных действий начинают вот, Русь-матушка-то в это, всех пиндосов уничтожим и так далее, вот. Ну, если говорить про Маяковского, он же не только революционная лирика, да, у него огромное количество, да, вероятнее всего он мог получить свою славу за счёт того, что он, ну, как бы этим занялся, но он же был один из людей, который разочаровался потом в этом, и он об этом и писал. Ну, то есть, как по мне, он не то чтобы переделал какие-то лозунги, это тоже, во-первых, надо уметь. Мне кажется, к сожалению, сейчас пока даже, несмотря ни на какое моё там отношение чьё-либо к ситуации, что происходит, но сейчас я не встретил, не услышал таких поэтов, которые это могли бы красиво и вот грозно как-то стойко показать, как вот делал Маяковский, например. Но у него же огромное количество любовной лирики, например, которая очень передаёт его натуру. Это очень интересный человек, который выглядит максимально брутально сурово, но при этом, если почитать письма к его возлюбленной... Лилибе? Да, то это вообще такое ощущение, вот реально облако в штанах. Но смотри, опять-таки, Маяковский сейчас вот больше... Он как раз как Пушкин, то есть он разрекламирован, и он самый разрекламированный футурист, потому что посреди футуризма были также Алексей Кручёных, Давид Бурлюк, или тот же самый Северянин, Игорь Который. И почему-то о Кручёных вспоминает лишь только единицы, и то есть люди, которые прямо начинают углубляться в русский футуризм. Александр Веденский, например, который известен своим произведением «Потец», которое было положено потом в основу мультфильма, и как-то в середине десятых этот мультфильм был популярен в интернете. Вот. Ну, я соглашусь, что отчасти он сейчас, да, разрекламирован, но если говорить про его рекламу, мне кажется, она была максимум во времена революции, потому что он как бы воспользовался моментом, что тоже очень грамотно. Но про сейчас, даже взять просто по школьной программе, кого больше изучают и про кого больше говорят сами учителя. Конечно же, Пушкин. Ну, не Маяковский, ну, то есть я про то, что Маяковский, он скорее разрекламирован временем и эпатажностью. Эпатажность — это вот отдельная, кстати, тема, можно будет поговорить. Вот. А Пушкин, да, он тоже эпатажен. Но сейчас в современном обществе, к сожалению, у него образ школьной программы. Возможно, было бы лучше, если бы его рассматривали цельно, не как только поэта для детей, как в большинстве своём оно и есть, как про него рассказывают. Хотя у него есть прекрасные произведения, осознанные, серьёзные. Есть... Вообще, можно посмотреть в интернете, есть сборник его запрещённых стихов. Там они разные. На тему из-за пошлости, из-за обильного количества матерных слов или из-за политических каких-то мнений. Вот. Но в любом случае, мне кажется, если его персону адекватно рассматривать, как рассматривают Маяковского, рассматривают все его, как бы, стороны, то цельно, цельно надо. Тогда это была бы уже не реклама, а вот, ну, хороший подход такой. Ну, на самом деле, в школе очень много авторов рассматривают лишь частично. Того же, например, Шукшина, который уже послевоенный автор, написавший рассказ Калина Красная, по-моему, рассказ, я не ошибаюсь, вот. Или того же самого Шолохова, которого все знают только по Тихому Дону и по судьбе человека. Справедливо, да. Но это, мне кажется, момент того, что... Как у нас в обществе относятся к писателям, у нас достаточно поверхностно рассматривают большинство из них. То есть Маяковский, он выезжает за счет того, что он такой вот новомодный. Как бы это сейчас странно не звучало через много лет после его кончины, но просто даже те же подростки, кто проходит, они такие, Маяковский, он прикольный, что-то это, начинают изучать, читать цельно. Про Пушкина, скорее, люди в осознанном возрасте уже могут нормально изучить. Просто не хватает вот того, чтобы, да, каждого рассмотреть цельно. Ну, это нужно цельно всю программу менять тогда. Так, вот мы потихоньку переходим к апотажу, раз уж ты заговорил про это. Смотри, вот я возвращаюсь к манифесту футуристов про сбросить Пушкина из парохода современности. Вот смотри, твои стихи, я буду несколько честен, показывают, что ты Александра Сергеевича, если не сбросил, то как минимум связал и держишь в трюме этого парохода современности, как бы готовясь уже сбросить его. Вот. Как ты на это отреагируешь? Хорошо звучит, хорошо звучит. Но, да, может быть, это и так. Про своё творчество в целом могу сказать очень своеобразные стихи. И они передают два момента. Это они, может, в меньшей части смысловые, они скорее передают эмоцию какую-либо эмоцию и общую атмосферу, которую хотелось передать словами, может, картинкой, может, музыкой. Есть такое мнение, что поэзия или какое-либо творчество плохо, если ему нужна какая-нибудь дополнительная помощь, типа музыки и тому подобного. Но, как по мне, суть же не в том, что ты написал стих, и он должен быть идеален. Намного идеальнее может быть общая картина, сделанная из стиха, музыки и картинки. Именно к этому я стремлюсь. И своеобразностью, ну, вероятнее всего, да, это особенно в юношеские годы, период, когда я фанател от Маяковского, конечно, сыграл, вероятнее всего, роль в моих стихах, в целом в направленности. Плюс я находился в кругу поэтов, когда только начинал заниматься поэзией, которые именно восхваляли футуризм, и, вероятнее всего, как бы за счет этого под лозунг «я прекрасно подхожу к футуристам», вот, но это скорее как не то чтобы дань памяти, это сформировало стиль. Стиль меняется, стиль формируется дальше, но, видимо, футуризм как часть него вполне. Ну, смотри, правда, твои стихи, если честно, больше влияние имеют, как бы, как, на мой взгляд, не футуризма, а схожего с ним течения. Оно у нас в России не было так распространено, оно было в основном распространено в Западной Европе, вот, как раз таки, в те 20-е годы. Называется «Дадаизм». Может, слышал? К своему сожалению, нет. Вот, и, к примеру, вот стих, оно в основном разородилось в Швейцарии, в месте под названием «Кабаре Вольтер», когда группа поэтов объявила свой стиль и назвала его «Дада», вот два слога «Дада», вот, и дальше они, у них пошел и их манифест, ну, как у типичной группы поэтов. Ну, это любые, да, кто новое делает, такие манифесты. И в основном был распространен в Западной Европе, это Швейцария, Германия, в основном вот даже немецкая язычная стиль. Вот, и, к примеру, есть, был один поэт Хугабаль, у него имя. У него стихотворение «Солнце» было. Я даже его прочту, и мне вот, когда я читал, впервые знакомился с твоими произведениями, вот почему-то мне вот такой стиль показался схожим с твоим. То есть я читаю. Детская тележка движется между моими веками. Между моими веками человек с пуделем. Группа деревьев превращается в стаю змей и шипит по небу. Камень держит разговор, деревья в зеленом огне. Плавучие острова, тряска и звон раковин и рыбьих голов, как на морском дне. Мои ноги тянутся до горизонта, скрипит поплавок далеко. Мои сапоги возвышаются над горизонтом, как башни тонущего города. Я гигантский голиаф. Перевариваю козий сыр. Я мамонтенок. Меня обнюхивают ежи зеленой травы. Трава раскидывает сапли, мостики и зеленые радуги на моем животе. Мои уши — гигантские розовые ракушки, широко открытые. Мое тело опухает с шумами, которые были заключены внутри. Я слышу блеяние об огромном пане. Я слушаю красную музыку солнца. Он не спит. Налево. Киноварь их слезы падают к ночи мира. Когда он спускается, он сокрушает город. И церковные башни, и слесады полны крокусов и гиацинтов. И будет такой звук к чепухе, что трубят детские трубы. Но в воздухе летает буря пурпурного желтка и зеленая бутылка, покачиваясь, которую оранжевый кулак сжимает длинными нитями и песни птичьих шей, резвящихся сквозь ветви. Очень нежные подмости из детских флажков. Завтра солнышко погрузят в машину с огромными колесами и отвезли в картинную галерею Каспария голова черного быка с выпуклым затылком, плоским носом и широкой походкой. Сверкающие белые осны тянут телегу при столичности пирамид. Многие страны цветов крови будут толпиться. Няне и кормилицы. Больные в лифтах, подъемный кран на ходулях, двое танцоров санвита. Мужчина с шелковым галстуком бабочкой и красным запахом. Я не могу удержаться, я полон блаженства. Оконные рамы, они лопаются. Подвесьте няню из окна до пупка. Ничего не могу с собой поделать. Купола лопнули от утечки органов. Я хочу создать новое солнце. Я хочу столкнуть их друг с другом. Какие тарелки и достигают руки моей леди. Мы исчезнем в фиолетовой койке на крышах нашего единственного желтого города, как ширмы из папиросной бумаги в метель. Вот такое стихотворение. Ну, что я могу сказать? На тему того, что, может, какие-то черты имеет, это да. Но в полной степени, конечно, точно нет. Или, по крайней мере, не то, как я это вижу. Свои, по крайней мере, произведения. Направление интересное. Да, очень напоминает футуризм. К сожалению, не разбираюсь более подробно в деталях, именно в чем между ними отличия. Будет интересно почитать, изучить потом в дальнейшем. И полезно, думаю, тоже. Вот. Ну, схожести, думаю, да, имеются. Но именно таких авторов не читал. Возможно, это именно как смесь футуризма с чем-то еще сделали именно схожесть с данным стилем. Вот. И почему я завел про них речь насчет эпатажа? Дело в том, что дадаизм, он, как и футуризм, не только направление в поэзии, но и в искусстве. И в том числе на искусстве они вывозили, так сказать, свою значимость в культуре. И благодаря искусству, так сказать, их и начали также воспринимать как что-то. Например, другой представитель футуризма, Курт Швиттерс, был известен тем, что помимо поэзии он занимался искусством, скажем так, да, повторюсь, и делал различные перформансы и инсталляции. И вот он стал одним из первых, так сказать, художников, которые бросили вызов конформистскому искусству. И он в качестве инсталляции просто взял и выставил унитаз. Ну, смело, эпатажно. На самом деле мы тут вот на тему чего-то подобного могу интересный такой, ну, как это, анонсом не назовешь, потому что этого еще не сделано, пока только в рамках задумки. Мы планируем в нашем сообществе Эпиграф через некоторое время начать ряд закрытых мероприятий с дресс-кодом, может, с масками, чтобы это было в такой стиль, вот, в каком-нибудь лофте. Мы уже так-то нашли локацию, просто сейчас оговаривать рано еще, вот. И у нас была задумка сделать, ну, как бы проводить выставки какие-либо искусства современного и так далее в рамках таких встреч, можно это так назвать. И у меня и у пары моих знакомых появилась такая общая идея – это сделать людскую выставку. То бишь выставочными экспонатами будут сами люди. И целью будет показать даже уменьшить объективизацию человека. Как бы это странно не было, что это вроде через выставку-то происходит. Но показать, насколько красив может быть человек, насколько можно показать его нутро с помощью каких-то внешних факторов и показать, что человек может быть искусством. А люди живые? Да. Просто, например, не так давно просто была в Москве выставка и в Петербурге, по-моему, это еще, правда, до ковидные времена были, была выставка, называлась «Язык тела». И там один немецкий, по-моему, так она называлась, не нервозь. И там один немецкий или австрийский художник, он привез с собой манекены, забальзавированные манекены трупов. Ох, боже, ничего себе. И он показывал как бы мышцы, они были мышцами, вот именно мышцы сами. То есть как бы они были, если я правильно помню, они были как будто аскальпированы. И как бы это не… По-моему, дело, что он никого не убивал. Он, по-моему, просто работает в медицинской сфере, вот. И он вот так вот использовал трупы, но вроде как, если я не ошибаюсь, согласие родственников умерших. Но тогда в России это очень широкий резонанс вызвала эта тема. Тогда представители церкви особенно, там, как это, тела выставлять, да вы что? Их там предлагали запретить, но, по-моему, она тогда целая и невредима оставалась. Но вроде там какие-то городские сумасшедшие пытались там наброситься на галерею, там, обкидывать её яйцами или того хуже, там, как камнями. Но вроде до коктейля Молотова как делать. К счастью, да. Это радует. Это радует, да, вот. Ну, на самом деле, интересный такой, жуткое, жуткое направление выставок. Но мы хотим сделать именно с людьми живыми, вот. Понятное дело, это очень сразу в организации очень много моментов. Это как людям, чтобы было удобно, не жарко, чтобы пить, поесть, чтобы они не уставали. Но как сам стиль, мне кажется, будет интересно. Плюс мы хотим в дальнейшем сделать, если выставки каких-либо картин или фото, чтобы они были с звуковым и световым сопровождением. Но это нужно под определенные прям секции делать. Мы вот пока в поисках помещения подходящего, потому что это, ну, достаточно заморочно. Сделать под каждую аудиосистему и световую какую-либо. Но задумка была, чтобы образ картины, как вот до этого было, что со стихами, дополнялся музыкой и светом, вот. В целом, в направлении выставок у нас работает в нашем эпиграфе это Виктория Хребтова. Моя очень хорошая подруга, одна из организаторов фестиваля Огни, как раз за выставки отвечала. И на дальнейшем мы совместно с ней и сейчас с Дашей Булгаковой, с которой у нас вот 15-го числа будет выставка на ковре проекта Дерево, вот. Вот, тоже очень классные у них, это получается, всероссийский проект. В нем даже больше, по-моему, с Беларуси кто-то еще участвует. Именно вот с фото и работами в графике, вот. Поэтому хотим в эпиграфе развивать это направление выставок, вот. Ну и остальные тоже, понятно, но вот в выставке есть очень интересные такие концептуальные задумки. Ну, я тут вот еще вспомнил кое-что насчет вот того, что ты сказал насчет человека, вот, именно тела. Я вспомнил одну художницу югославскую. Ее звали, вернее, она еще жива, к счастью. Ее зовут Марина Абрамович, по-моему, удаление. Не Абрамович, а Абрамович, если я не ошибаюсь. И она где-то в 70-80-х годах, у нее был перформанс, она сидела на стуле. А, я, кажется, знаю. И перед ней были различные колющие, режущие предметы. И она позволила себя, так сказать, кромсать и издеваться над собой. И, причем, сначала люди стеснялись, а потом люди начали привыкать. И спустя 10 часов этого перформанса она уже вся была чуть ли полумертва. Нет, там, по-моему, не настолько. Не, не настолько, но как бы... В плане, там были не только колережущие предметы. Да, я в свое время тоже читал про это. Но просто то, что под конец более какие-то агрессивные штуки, да, начали проявляться, когда человек понимал, что реально все дозволено. И это вот про сущность человека, когда ему дают возможность. Со временем человек очень легко, как бы кто ни говорил про цивилизованность, откатиться в каменный век, когда там можно просто так ударить, нанести вред человеку другому просто потому, что хочешь. Это как бы... Всякие психологические и психические вещи в людях являют свое проявление все равно в жизнь, когда им это дают. Ну, такой, да, интересный очень перформанс. С интересной задумкой, но это какая решимость должна быть у человека, чтобы на такое пойти. Это вот... Потом у нее еще был перформанс, но он, так сказать, не такой жуткий, как... Вообще не жуткий, как ранее упомянутый. Значит, она сидела тоже на стуле, и перед ней был еще один стул. И человек подходил к ней и смотрел ей в глаза. А она сидела не двигаясь. И дело в том, что у нее раньше был ее друг, коллега, а потом еще и спутник жизни стал, художник Улай. Вот. Она с ним позже рассталась. И спустя 20 лет этот Улай пришел к ней на выставку и сел перед ней. Ух ты! Вот. И он начал смотреть на нее, и она на него смотрит. Вот они уже бабушка-дедушка, так сказать. И они друг на друга смотрят. И она взяла и не выдержала, и заплакала. Вау. До этого она не приглядела никаких эмоций с другими людьми. Там они ее и тыкали тоже, ну, там уже не предметами, а вот именно... Ну, просто подходили, да, взаимодействовали. Да, взаимодействовали. А тут он сел, и она прямо заплакала. А он сидит и тоже вроде как плачет, а вроде как ему все равно. Ну, нет, это очень такая трогательная, на самом деле, история классная. Ну, значит, человек все еще чувствует. Человек раз все равно нарушил правила своего перформанса, хотя я знаю ее, она очень серьезно подходит каждый раз к своим, скажем, представлениям маленьким. Ну, история, да, история очень такая отчасти драматичная, но очень душевная. Я еще вспомнил вот каких людей. К примеру, в финской галерее в Хельсинки, в Киасмо, называется галерея, в 2002 году был такой перформанс. Там, значит, была группа финских музыкантов, шумовиков, Пен Соник вместе с электронным музыкантом финским, пионером электронной музыки Куриньеми и шведским звуковым художником Карлом Микаэлем Фон Хаус Вольфом. Вот, эти люди вчетвером, они, у них был перформанс, они сидели также на стульях и трогали друг друга. И суть в том, что когда они дрогали друг друга, извлекался звук. То есть он шел такой волной, такой, так сказать, наверное, по спектру это было похоже бы на треугольную волну. Вот. И как бы вот эти вибрации, они превращались в звук. Вот. И там даже смешно было то, что один из учеников, он лысый. И когда один другой участник до него достронулся, до него лысый, звук не шел. Вот. Вот. Забавно. Забавно, правда. Не, интересный эксперимент, да, тоже такой. Ну, тут у меня малое понимание, как это могло работать, но в целом оно интересно, что оно так взаимодействовало. Да, просто тебе его не показывал. Да, понятно, да. Как бы если бы я представил бы это видео. Я думаю, да, да. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому, ну, интересно вполне. Хорошо. Давай тогда дальше. Смотри, в интервью недавно ты назвал себя сентименталистом. То есть как бы ты сказал, что тебе ближе всего сентиментализм. Да, да, это... Ну, как будто душевно и каким-то внутренним хотелось бы к нему прийти. Не знаю, почему. За счет просто эмоциональности, которая как-то вот, видимо, требует такого официального подтверждения. Вот. Но мне кажется, и стремлюсь я именно к сентиментализму. Ну, мы здесь, к счастью, не требуем официального подтверждения. Как бы мы здесь люди, скажем так, шарящие и знаем, что вообще искусство и поэзия в рамки не загонят. Да, да. Как бы кто загоняет в рамки, тот уже пытается делать и что-то вот в рамках, скажем, вот, скажем, да, вот мы электронщики. И если мы вот будем себя в какую-то рамку внутри электронной музыки... Ну, что только этим занимаемся, всё. Да, да, то это уже будет как бы... Даже потом станет самим неинтересно. Потому что мы вот тоже как электронщики экспериментируем с различными формами и вне электронной музыки, и даже вот за пределами музыки вообще. Но и в том числе и про поэзию тоже самое, можно сказать. Когда люди что-то в разное куда-то уходят, это всяко лучше, чем если они идут прямо вот. Ну, да. Есть очень интересный фрагмент, дословный, его сейчас не помню, из фильма «Общество мёртвых поэтов». Когда учитель своему классу, когда они разбирают на уроке литературы стихи, в учебнике у них прописано, что качество стиха оценивается, по-моему, точностью, там, попадания в размер и рифмой. За счёт него только, типа, качество стиха определяется. И он там, понятное дело, говорит, там, вырвите эту страницу, что-то то-то. Да, потому что поэзия — это не про математику. Хотя очень многие пытаются её к ней склонить, сколько знаю всякие конкурсы и так далее, где люди садятся, и у тебя, так, здесь рифмы нет, всё, это плохо. А ты, может, специально не сделал там рифмы, чтобы подчеркнуть, там, отсутствие чего-либо и так далее. Это же очень такая пластичная масса в целом поэзия. Ну, да, в рамки не стоит загонять, но может стремиться, как мотиватор. Это вполне очень хорошая вещь. Тогда мы всё-таки, раз уж заговорили про рамки, поговорим о цензуре. Ого, любимая тема наша. Да, любимая тема вообще, как бы, особенно после всем известных событий. Ну, понятно, да. Наша яростная государственная машина запустила вот этот маховик, и началась эта культура отмены, хотя она в том числе есть на Западе, что я тоже не приветствую. Она везде сейчас есть, это общая такая, да. Как бы, вот как ты считаешь, цензура вообще допустима вообще? До конца для себя я не могу точно даже для себя дать ответ, потому что цензура должна быть морально у каждого человека, в зависимости, видимо, от его воспитания, осознанности и так далее. Но в чём плюс общей цензуры? Я могу как сказать, так и плюс цензуры, так и минус цензуры. Взять, например, советскую цензуру, сколько всего было зацензурировано, но зато всегда пропускался только качественный, реально очень качественный продукт. И люди с качественным продуктом, у них был больше шанс выбиться из этой общей массы менее качественных. Вот сейчас в этом плане даже с уровнем того, что у нас появился интернет у всех, и каждый может показать своё творчество и не всегда сделать это качественно. И за счёт этого люди, которые реально что-то делают качественное, ну, не могут пробиться из-за общей массы чего-то более посредственного. В этом плане плюс цензуры, да, что ты пройдёшь только если ты умеешь, ты очень хорошо делаешь, и, ну, как бы, в таком... В такой ситуации это более применимо. Но также цензура может очень много всего убрать. Можно вспомнить огромное количество поэтов зацензурированных, особенно в старой эпохе. Даже сейчас-то, понятное дело, цензура везде. Вот. Особенно с небезызвестными событиями. Даже во время... Ну, мероприятие-то, понятное, всё равно немного другая отрасль. Но во время проведения, конечно, это адекватная практика, ни в коем случае это не осуждение, потому что требовались нас тексты, выступлений всех артистов, что кто говорит, сценарий и так далее. Понятное дело, это не личная прихоть, там, той же администрации парков. Они делают всё замечательно. Это чтобы им не прилетело по голове, и мы не хотим, чтобы нам прилетело. Вот. Но как бы как сам факт, что любое упоминание чего-либо, что может вызвать хоть у пенсионера какое-то подозрение, уже не очень. Вот. Настолько цензура не должна быть. Мне кажется, цензура должна быть эстетическая и в рамках какой-то общей морали, не более. Вот. Ну вот насчёт общей морали, смотри. Вот я сейчас приведу пример не из поэзии, а из прозы. Вот, к примеру, такие авторы, постмодернистки русские, например, Владимир Сорокин или Виктор Пелевин, которые как бы несколько перешагивают вот эту общую мораль. Они выставляют вот на показ то, что они видят. То есть у Сорокина очень много, например, в книг сцен вот, скажем, таких, ну, скажем так, не очень привлекательных сцен, еще у него достаточно много мата. Но, тем не менее, даже один мой преподаватель в универе сказал, что Сорокин это гений. Говорит, сколько его не кори, но это гений. Говорит. И точно так же все говорят про Пелевина. Иногда даже сейчас люди смотрят. Мы живём в произведениях Пелевина. Кошмар. Кошмар. Мы живём в Сорокинщине. Что Сорокинщина, Пелевинщина? Как бы даже цитата у Пелевина там была же про клоу... Типа там что-то... Там лучше не быть клоуном и пидорасом. Что-то типа такого. Как бы вот. Простите за такое. Вот. Что-то... В общем, вот. И как бы тут они как будто формируют некую свою мораль. Как бы они отталкиваются от общей морали, при этом через неё переступают. И людям кажется, вот, безморально... Безнравственная, чуждая нам западная вот эта там... Культура. Кновейная даже никогда. Культура. А на самом деле они как бы показывают. Да вот ваша мораль уже несколько устарела. В ней есть что-то то, что можно подчеркнуть для нашего века. Но в основном она устарела. Мораль должна быть обновляемая. Как бы это технически не звучало. И мне кажется, всё-таки тут понятие морали именно не в том, что не упоминать там такие-то, такие-то аспекты жизни. Если они реальны и они есть, они полностью имеют право на проявление. Неморальные вещи — это скорее про то, когда чего нет, но ты пытаешься внести что-то, что противоречит морали. Дополнительно сам. Вот это вот того, чего не должно. Против чего как раз должна, мне кажется, цензура и бороться. Вот, вспомнил я цитату, нашёл, вернее, сейчас в интернете, цитату из романа Пелевина «Empire V» «Повесть о настоящем сверхчеловеке». И вот там такой был диалог. А единственная перспектива у продвинутого парня в этой стране — работать клоуном пидорасов. Мне кажется, есть и другие варианты. Есть. Кто не хочет работать клоуном пидорасов, будет работать пидорасов у клоунов. Это за тот же самый белкий прайс. Вот, так сказать, вот это одна из... Ну, это сатира. Это очень хорошая сатира. Сатира, вот, возможно, должны быть более грамотные рамки, цензуры более плавные, в плане более гибкие для разных там стилей, потому что как ты передашь сатеру без грубости, без гиперболизации каких-либо событий, явлений, мне кажется, ну, вот это было бы сложно. Либо это полностью убираются эти жанры в рамках общей какой-то. Ну, мысль в том, что мораль должна быть гибкой. Мораль гибкой должна быть, если мы говорим про творчество для разных произведений. Для людей, понятное дело, мораль должна быть едина все-таки. Вот. Нет такого, что все равные, но кто-то ровнее, поэтому... Еще вспомнил одного автора, это Дмитрий Горчев, к сожалению, ныне покойный. Это был один из первых русских интернет-писателей. Он писал книги в интер... и публиковал их в интернете. Сейчас, конечно, после его смерти они изданы в том числе и на бумаге, наверное, думаю. Вот. И его рассказы... У него он писал рассказы, такие небольшие. Его стиль очень интересен. Он сочетает в себе городские легенды, такие, с такой несколько прибауточностью, такой несколько чистушечностью. Вот. И он в том числе активно использовал мат. И в итоге вот один знакомый мой сказал то, что Горчева невозможно перевести на другие языки. Потому что вот это чисто... он показал чисто русскую культуру. Причем даже как-то в отрыве от политики он вот именно показал... Вот он жил в 90-х нулевых и показал вот именно то время и, так сказать, вот состояние души того человека. Вот. У него даже вот в том числе и маленькие люди в его рассказах. Они небольшие в основном. Он там буквально вот, наверное, строчек... Бывает, некоторые вообще по пять строчек рассказывал. Вот такие. Вот. И как бы... У него еще есть цитата, мне нравится. Он как-то раз говорил в одном интервью, то что... Я бы, говорит, хотел бы, чтобы люди все умерли. Тогда бы Питер был бы потише. Вот. Ну... Так что вот. И как бы и его безнравственным далеко не назвать. Вот он сидит, интеллигентный человек. Он как бы хоть в произведениях мат у него перемат, скажем так, выражаясь простым языком. А на интервью он вообще сидит, он ни слова не поматерился. Вот. Ну, во-первых, в целом говорить мат — это часть русского языка. Я не считаю, что что-то должно быть против, что он вне морали. Это, скорее, эстетический вкус людей, потому что я знал людей, у которых мат — это связующее слово между другими словами. О, это есть такие. Я знал те, которые могли так красиво включить мат в речь, что ты даже не замечаешь, что это был мат. То есть материться... Если ты материшься, матерись красиво, пожалуйста. Ну, вот такая мысль. Вот. Эта часть русского языка, она есть. Понятное дело, допустим, неприятно, чтобы дети матерились, потому что, ну, общее восприятие этих слов намного старше. Ну, смотри, ведь же дети, во-первых, матерятся, чтобы казаться взрослыми, да и, в конце концов, вот я лично могу сказать то, что, как бы, ребёнком был тоже, позволял себе далеко не литературные выражения. Понятное дело. Я думаю, что и ты матерился в детстве. Ну, почему в детстве? Ну, сейчас. Нет, нет, ну сейчас, смотри, сейчас же у нас же с тобой не через мат. Ну, не, понятно. Как бы, вот, а тогда, знаешь, там, типа, да ты, вот, такой. Ну, да, 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 понятно, понятно. Ну, это у всех было в какой-то период очень сильно. Свои речи с, допустим, своими товарищами, близкими я вполне спокойно могу использовать мат. И это не является каким-то, типа, желанием оскорбить. Это выражение эмоций и отчасти это слова усмешнители. Как бы это странно ни звучало, есть стендап-комик, да, Непоперечный, у него был один раз заход про то, что матерные слова – это именно слова усмешнители. Ну, то есть, как будто бы за счёт несуразности их употребления становится реально намного смешнее от этого. Ну, не знаю, не показатель, но... Короче, мат – часть русского языка, его никуда не выкинешь. Кто-то говорит с помощью него, кто-то не говорит, это уже вкусовщина. Хорошо. Возвращаемся к сентиментализму. Да. Сейчас у нас будет достаточно большой блок, ну, может, и небольшой, не знаю. Короче, такой вопрос. Кто из сентименталистов тебе ближе? Не знаю, честно, вот так скажу, что никто. Вот нет у меня таких поэтов, которые мне бы с этой сферы прям были близки. Мне близки с других сфер, но почему-то к тем сферам я мало стремлюсь, что очень удивительно. Видимо, те сферы, в которых мне есть близкие поэты, они в целом уже во мне где-то сидят, а я пытаюсь тянуться к чему-то новому, неизведанному. Возможно, это вот в таком формате работает. То есть ты человек всё-таки чувствующий, да? Да. Потому что как бы сентиментализм противопоставляет себя классицизму. То есть это получается хомо-сантиенс противопоставляет себя хомо-сапиенсу. Ну, это так, более так. Ну, да, да. Понятное дело, что мы все хомо-сапиенсы, тут, к счастью. Вот. А что для тебя лично важнее, разум или чувство? Чувство. Ну, не знаю, всё же держится на чувствах. Если говорить по философии Канта, то мы воспринимаем мир, чувства являются одним из путей, с помощью которого мы воспринимаем мир. Ну, то есть не было бы чувств, мы бы так не воспринимали мир, порушилась бы система. Да, разум — это вторая единица как раз. Они наравне, мне кажется, но всё-таки для меня ближе прочувствовать момент, чем даже его понять. Прочитав книгу или голую статью, чисто выжимки из книги, это же разные вещи. Прочитав книгу, ты, да, ты поймёшь информацию, но ты в первую очередь прочувствуешь её, прочувствуешь героев, рассказ. А прочитав просто, ну как это, краткий пересказ, ты вряд ли, ты как бы разумом, да, ты понял основную информацию. Вроде разум побеждает, что ты не тратишь время на чувства, но это же всё равно не то понимание мира, книги, например, которое могло бы быть. Ну хорошо, а вот в бытовом плане, смотри, вот, как бы, нас говорят, наоборот, как бы, то, что в бытовом плане лучше выставлять наперёд разум, потому что чувства, они переводят, например, к необдуманным вещам, например, к так называемой импульсивной покупке. Когда ты покупаешь, я тогда хочу, 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 покупаешь, а потом, а зачем мне это надо? Вот, как бы, у нас тут есть человек, вот, я его тоже хочу спросить, что для тебя важнее, разум или чувство? Ну, наверное, всё-таки, да, тоже чувства, думаю. Чувства как будто бы приятнее. Да, но опять-таки. Ну, ты же, когда что-то покупаешь, если, ну, в контексте таких импульсивных покупок говорить, ты же, когда покупаешь, ты там не думаешь, ой, вот, а мне потом это нафиг не надо будет, ты всё-таки смотришь такой на вещь, у тебя, там, такой, хочешь дофаминчика немножечко похавать, и такой, вот, я купил, потом думаешь, блин, я буду две недели, там, три месяца буду возиться с этой штукой, неважно, что ты там купил, ты думаешь, ты будешь очень много времени проводить с этой вещью, а потом через какое-то время ты понимаешь, что, ну, тебе это нахер не надо. Да, я... Уже только потом включаются мозги, вначале с тобой всё равно управляют чувства, эмоции. Ну, это просто две разные вещи, мне кажется, потому что без эмоций не было бы разума, без разума не было бы и эмоций, потому что разум всё равно осознаёт какие-то эмоции, эмоции дополняют разум. Как вы оба думаете, как вы оба думаете, вот, бывают ли люди полностью бесчувственные, потому что, вот, знаете, есть, например, там, во всяких, особенно, вот, в боевиках голливудских образах, когда вот такой здоровый дяденька-наёмник, и его там не берёт пуля, и он вообще всех вырезает направо-налево, и ни слезинки даже не проливает. Вот, даже не в этом плане, а вообще бесчувственные. Есть? Да, да, но в основном это люди, которые прошли какой-то травматичный опыт, потому что, мне кажется, просто именно травматичный или травмирующий опыт, он вырезает вот эти чувства, которые, как бы, таким более насильственным путём. Очень это хорошо показано, если мы поговорим про аниме. О, это с манёблем. В аниме «Паразит. Учение о жизни», вот, там как раз затрагивается момент того, что герой теряет эмоции после, ну, скажем, травмирующего опыта, вот, и поднимается вопрос, не эмоции ли делают из нас человека вообще? Не чувства ли делают из нас человека? Просто без этого мы просто какие-то, ну, нелепые оболочки, которые ходят, что-то делают, но смысловой никакой не несут. Вот, такая мысль. Я считаю, что всё-таки даже у таких людей есть чувства. Всё равно, они же тоже чувствуют, типа, вот, я хочу там, я чувствую, что я хочу там кого-то покромцать, и я кромсаю. Потом, возможно, сквозь время он уже там, у него другие чувства просыпаются, такой, блин, вот, я совершил ошибку в своей жизни, я покромсал кучу там людей, и это уже другие чувства. Боевики такие. Да. Ну, да, есть такое, вероятнее, но это даже, скорее, желание, то, чтобы, ну, хотя чувства вызывают, желание вызывают, чувствую, ну, да. А вот всё-таки такое у тебя любимое, я думаю. То есть тебе не важно, какой это жанр, это рэп, это хит-хоп, это какая-то электроника, или вообще это идея, там поднимается вопрос того, что мы, допустим, убиваем животных ради пропитания, как только убивают нас ради пропитания, мы сразу пьём тревогу, что так не должно быть морали и так далее. Так мы сами эту мораль не соблюдаем. Как сказал один мой хороший знакомый, когда люди хотят там остановить войны и так далее, гибель существ, в первую очередь должны начать с того, что не полностью согласен с этой мыслью, но как бы она имеет право быть, что, допустим, перестать есть тоже мясо и так далее, что, типа, если убивают, почему смерть животных у нас считается оправданным, а смерть людей нет. Я могу и поспорить, и доказать эту мысль, но она вот как бы имеет просто место быть. Вот. И там вот подобного рода поднимаются такие морали, а если просто с какой-то эстетической стороны приятной, это алхимик, цельнометаллический алхимик, во. А смотрел ли ты аниме киберпанковой направленности, скажем, Евангелеон или Эксперименты Лэйн? Слышал, но не смотрел. Вот. А это как раз-таки те аниме, которые в том числе сейчас тоже актуальны, они про, так сказать, про взаимодействие человека и технологий, и как живет человек в мире в постиндустриальном обществе. Ну, интересно, да. А что касается мяса, вот у меня был один знакомый, который мне сказал такую мысль, и я его в этом плане поддерживал, говорит, когда мне говорят, что надо перестать есть мясо, чтобы перестать убивать животных, я говорю, да покупая ту же самую котлету, это же не ты убил животного-то? Ну, это типа про косвенность преступления. Это соучастие считается. Ну, не знаю, какое это соучастие. Извините, нефть у нас тоже как бы... Ну, не, в плане, что это спрос рождает предложение. Типа ты покупаешь котлеты, ты даешь спрос, поэтому их убивают. Просто смотри, там, например, та же самая нефть. На этих всех нефтедобывающих источниках там нередко гибнут люди. Да. И как бы, и что, тогда получается нам отказаться от нефти, как бы, чтобы остановить гибель людей? Ну, нет, нет, это разные вещи, по-моему. Тут не согласен. Нет, в плане того, что когда добывают нефть, это вещь того, что добывают... Ну, как бы, там нет цели убить. Там, скорее, это несчастные случаи, а животных убивают как бы намеренно. Вот, я не являюсь ни вегетарианцем, ни веганом. Я просто понимаю, что я бы не смог так жить. Я не осуждаю никого, кто за вот то, чтобы, как бы это грубо не звучало, убийства продолжались. Я не осуждаю тех, кто против этого. Каждый имеет свое право, свою позицию. Я живу своей жизнью и, как бы, к другим не лезу. Вот, но вот именно по-смысловой, да, конечно, но интересная такая философская мысль. Ну, хорошо. Давай теперь поговорим про такие вещи, как эксперименты и вдохновение. Мы заметили то, что, в принципе, ты очень любишь экспериментировать вполне. Да, да. Но сначала все-таки про вдохновение. Кто твои вдохновители и что тебя вообще вдохновляет? Вдохновить, на самом деле, может все, что угодно, но в большинстве своем это люди, это любимые люди, люди, которых ты ценишь, с которыми хочешь быть, или просто случайные люди, которые, не знаю, ты встретил человека на улице какого-нибудь, у тебя что-то сказал, и ты такой, вау, это прекрасная мысль, или, пожалуй, напишу стих. Ну, то есть, по большей части, это люди, и, мне кажется, какие-либо события и природа. А есть какие-то вдохновители, вот, известные личности? Если косвенное их влияние, то да. В плане, сейчас поясню, есть композитор современный Евгений Гринка, очень, в общем, музыка, которого безумно меня вдохновляет постоянно на написание чего-то, хотя там смысловой-то части немного, но концептуальность тоже мне нравится, схожесть каких-то стилей по музыке направленности. Меня вот это очень подкупает и вот вдохновляет. Мне кажется, это единственный такой случай. Больше таких людей мало. Хорошо, вот теперь к ней тоже про вдохновение. Вот я приведу цитату из недавнего интервью Василия Герадовича Шумова. Это лидер и основатель группы «Центр», популярный в СССР в 80-е годы, но пишущий, ранее писавший в стиле «Новая волна», сейчас заметно расширивший круг своей деятельности. Вот что он пишет. Его спросили про источники в песенном плане и вот в плане в стихотворном, хотя он в основном песенник. Он вот пишет. «Я увлекался поэзией в юности. Читал, что публиковалось в СССР по теме поэзии серебряного века поэтов 60-ников, переводы зарубежных поэтов в журналах, поэтический самоздат». Но постепенно я стал ощущать, что меня больше тянет в сторону совершенно другой и новой поэзии, типа конкретной, минимализма. Когда какой-нибудь советский телефонный справочник можно воспринимать как поэму, а таблички на дверях советских организаций и кабинетов как слова для моей новой песни. Вот у тебя не бывает иногда таких вот настроений, когда вот ты видишь слово на улице или, скажем, вот читаешь чек, потому что, к примеру, есть французский поэт один, его зовут Анна Джеймс Шатон. Он, к сожалению, доступен только на французском языке, даже на английском его нет. И он в качестве основы своих стихотворений использует бытовые тексты. То есть это чеки, газеты, рекламные брошюры, всё, что видит вот вокруг. И вот он, по сути дела, строит свои произведения. Он вот берёт этот чек и читает вот, что там написано, и добавляет к нему художественные средства. И делает некую историю. Вот у тебя такого никогда не было? Мне кажется, было, но не настолько в гиперболизированном ключе, как здесь. Это очень, кстати, интересный концепт такой, использование каких-то бытовых вещей. Подобное использование немного в другой направленности я слышал у группы «Дайте танк», когда у них в песне, нет, это мюзикл считается, слова-паразиты, вся перкуссионная часть ударная была сделана за счёт звуков бытовых вещей. Закрытие крышки чайника, закрытие двери, удар ложкой по столу. То есть оно в таком ключе. Ну, это, кстати, есть, давно уже существовало, да и сейчас существует группа немецкая с очень трудным названием, она называется «Ein Stürzende Neubauten», да и по-русски она переводится как «обрушивающиеся новостройки». Вот, и суть их в том, в чём их фишка. Они в качестве перкуссии используют различные предметы вокруг себя, которые в основном они находят также, они в том числе, я не знаю, как сейчас, но на заре своей карьеры они лазали по помойкам. Они искали различные металлические штуки, кастрюли, всякие железные листы, и они ударяют по ним, там пластиковый, вообще очень много всего, ударяют по ним и формируют этот звук. Вот, и даже недавно, было ещё год назад до того, как я уже не смог оплатить за Патреон, у них просто на Патреоне есть такая система подписок, и там за денежку, за вход, ты можешь попасть в том числе на репетицию, онлайн посмотреть их репетицию. Я смог ещё попасть на одну из них, посмотреть на запись, и там они использовали, скажем, вообще тележку продуктовую, вот у них тележка, и они по ней стучали. Или, скажем так, например, Бьорк, ты же знаешь Бьорк? Да, да. Ты же знаешь её тягу к экспериментам, к её вот... У неё, к примеру, уже есть вот этот альбом Медула, записанный чисто на битбоксе, то есть бас — это битбокс, ударный — это битбокс, даже вот эти все сопровождающие звуки, имитация флейты — это всё битбокс. Очень интересное сочетание того же, если говорить про битбокс, можно услышать у такого исполнителя, как Noise MC, признанный инагентом в Российской Федерации. У него был концерт, по-моему, то ли в 2013-м каком-то году в Крокус-Сити с оркестром народных инструментов Белогородской филармонии. И они смогли как-то соединить ударную установку, битбокс, который там прям параллельно проходил, и оркестр, и вот это прям очень круто звучало. Оно звучало как-то футуристично, при этом вроде так по-классически. Вот. Надо экспериментировать, да, если говорить на тему экспериментов, всегда надо экспериментировать, эти концептуальные задумки. Эксперимент порождает что-то новое, порождает новое направление. Я чувствую, футуризм появился, на самом деле, в том же ключе. Когда ты понимаешь, что в рамках того, что есть, ты не хочешь оставаться или тебе неинтересно оставаться, ты начинаешь придумывать что-то новое, чем мы в целом и у нас даже в сообществе занимаемся и хотим дальше заниматься, придумывать какие-то новые активности в нашем городе, в дальнейшем, в Санкт-Петербурге. Вот. Пока из ближайшего, это мы хотим провести, вот, помимо закрытых мероприятий с общей такой концептуальностью, выставками, выставками из людей, мы хотим провести сеть перформансов на улицах города, совершенно разной направленности. И, ну, как такая идея была, но сейчас мы не знаем, сможем ее реализовать или нет, вероятнее всего нет, пока не тот масштаб и возможности. Идея была в том, чтобы в один день, примерно в одно время, ну, как, дан будет старт, около 20 перформансов в разных местах города. И потом они в дальнейшем с разных точек потихоньку собираются в одной и происходит финальный такой перформанс, который раскрывает отдельно каждую часть, которая была в городе. Безумно сложная задумка, очень, но концептуально очень интересная. К сожалению, мы не имеем возможности реализовать за счет малого количества актеров, по большей части. Я понимаю, у нас в Сэмэлектроник в том числе очень много грандиозных задумок в стилях, в основном, вот в медиа-арте. Очень много. В основном, также вот есть как нет-арт какие-то задумки, но они как будто менее, так сказать, затратные, их возможно реализовать все-таки, а есть те, которые все-таки реализовать там надо прямо ого-го-го подумать. Ну, понятно, да, это совсем. Эксперимент требует каких-либо трат физических, эмоциональных, денежных времени, и без этого никак, без трат не создать ничего нового. Возвращаемся к Шумову. Смотри, дальше в этом же интервью он говорит, на мой взгляд, поэт это что-то из прошлого, ушедшая натура в середине 20 века. Я занимаюсь мультимедиа, где мои тексты существуют как часть чего-то большего. Сегодня невозможно быть на гребне современного искусства в виде и образе поэта типа Алена Гинсберга, Гумилёва, Бальмонта или Лермонтова. Про это что скажешь? Ну, на самом деле не могу точно сказать, насколько сейчас можно на гребне искусства быть, находясь поэтом, потому что я не считаю, что я сейчас на гребне искусства прямо потому что, ну, куда я начинающий, я пробую, развиваюсь. В дальнейшем, конечно, было бы интересно это всё увидеть, развить. Хотя существует сейчас ряд поэтов, которые гастролируют и по городам и имеют достаточно известности за рубежом, что крайне для меня необычно и просто не понимаешь, как до этого можно дойти в современности. То есть, как это Ахастахова, Анна Сенчева, например, тоже однофамилец мой, вот. Они как бы прям ездят по городам, выступают, у них цельно люди к ним в большом количестве приходят. Да, вероятнее всего, сейчас поэзия отошла на какой-то дальний план, но могу так сказать, что поэзия присутствует везде. Это любые тексты песен. Да хоть тот же рэп, отчасти он наполнен поэзией. Послушайте всеобъемлющего и всемогущего Оксимирона, тоже объявленным агентом в Российской Федерации, вот. у него текст, ну, музыка в основном своеобразная и без музыки, ой, наоборот, без текста он бы не имел такой силы, которую имеет сейчас. Это вот мастер слова и как бы это все равно поэзия, поэзия в каждом. Поэт это не обязательно, тот, кто выходит такой с микрофоном или без микрофона и такой, сейчас я прочту вам стихотворение, я потратил на него три года своей жизни. Нет, это не обязательность. Поэт это и музыкант, который пишет текст, это и журналист, который пишет. Как по мне, слово поэт в современности стало таким синонимом творца со словом. Вот, мне кажется так. В этом есть такое. Был ли ты когда-нибудь за рубежом? Беларусь считается рубежом. Ну, так-то можно считать, но как бы я больше хотел узнать, был ли у тебя какой-то иной культурный опыт. Просто Беларусь, это у них культура схожая с русской, а я имею в виду хотя бы там, не знаю, какая-нибудь Эстония или даже Казахстан, скажем, тот же. Нет? Нет, по большей части нет, но я имел возможность общаться с людьми с других стран. Это достаточно интересная вещь, но все в основном скатывалось к политической какой-то ситуации, обсуждения ее. И из интересного могу сказать, что очень многие люди, по крайней мере, не стран СНГ, очень поражаются какой-то вот деятельности людей, что всегда все что-то придумывают, делают, потому что там как бы все спокойно там придумывать не надо, все уже как будто есть и очень мало конкуренции. А у нас из-за того, что не пробиться, если ты ничего прям не впахиваешься в то, что ты хочешь сделать, этого и не случится. И это очень поражает людей. Вот. А в культурном каком-то творческом отчасти помогает в этом поэтесса Анна Белая. Она изначально с города Симферополь, сейчас живет в Великобритании. Вот. С семьей они переехали туда достаточно в недавнее время. Не знаю почему, какие-то события, видимо, произошли. Всем не безызвестны. Вот. Но она тоже много чего такого интересного рассказывала, восприятие культуры, но, конечно, разное. Но непосредственно лично я мало принимал такого участия. Ну вот я хочу сказать то, что насчет того, что там все спокойные, это далеко не так, потому что там конкуренцию наберет еще бешеннее, чем у нас, и как бы там в том числе андеграунд это прямо вот тоже андеграунд. То есть тебе нужно очень сильно постараться, чтобы и даже больше даже на финансовом плане надо много постараться, чтобы выбиться. Вот, к примеру, ну это я правда говорю про сейчас вот больше ориентируясь на электронику, на основную членедельность, но есть вот музыкант электронный Мэттью Херберт, и он одну цитату, вот я интервью с ним читал, и там у него была одна цитата, он говорил, большая часть стриминговых сервисов занимает одно дерьмо, вот самая шлаг музыкальной индустрии, а инди-исполнители и независимые артисты, они стоят на периферии, и одна женщина даже вообще говорила, что сейчас больше такой финансовый вопрос, она говорила, что ее доходов со стримингов не позволял ей оплачивать квартиру в Лондоне. Ну нет, про любую творческую профессию там понятное дело, финансовая это часть, это очень такая сложная в творчестве, но да, согласен на тему основных топ вот этих, топ, там, Apple Music, что там еще, вконтакте, кто-то еще слушает там, ну слушаю, знаешь ли, Sam Electronics там есть, так что, все слушаем, вот, но да, в большинстве в своем, не знаю, у меня поиск музыки, которую я слушаю, происходит в основном через YouTube, в плане того, что, когда ты слушаешь, у меня есть отдельный аккаунт на YouTube, через который я только слушаю музыку, за счет чего очень формируется, очень, YouTube вкидывает тебе какие-то прям очень малоизвестные исполнители, из таких каких-то интересных, которые вот прям, ну они не тоже, их не назвать безызвестными, но вот интересные в современности, про которых мало кто слышал, это, например, группа Lampabict, также группа, как они, Short Pairs, у них есть композиция, говорит, Москва, самая такая из известных, вот, очень интересная, кстати, электронная у них именно музыка, вот, и иностранная группа, не помню откуда именно, Франция или Англия, или может другая страна, не ориентируясь, это Ghostly Kisses, очень тоже интересный стиль, интересная подача, но много таких, небольших групп, о которых знает мало народу, но как будто бы, знают о них те, кто ценят искусство, как будто настоящее искусство может оценить не огромное количество народа, а то, что менее, причастно к этой сфере, оно и популярно, ну как-то так. Ну вот, я могу сказать про Apple Music, то, что в Apple Music, к примеру, тоже в рекомендации попадают далеко не шлаг, и вот у меня, к примеру, медиатек состоит больше, чем из 10 тысяч треков в Apple Music и абсолютно разного формата, скажем, скажем там, от каких-нибудь NWA, ну это афроамериканцы, хип-хоперы из Нью-Йорка, 80-х, конца 80-х годов. Ну ладно, ну ладно, ниггерская, просто они себя ниггерами называют, вот и будем говорить мы, ниггерская группа. Как бы здесь у меня нет цели обидеть. Мы в СНГ, нам ничего не будет. Тем более, да. Хотя осуждаю. На всякий случай осуждаю. Да. Но мы не стремимся здесь их обидеть, они все равно как бы считаются культовой группой, их вот этот стиль, по сути дела, этот факт de police дал толчок развитию вот этого современного хип-хопа. И кончается все вот это медиатека, там вообще может даже вплоть до классики. Ну да, да. Совершенно много чего можно увидеть в Apple Music. И вот, кстати, знаешь, вот такой вот есть момент. У нас есть одни товарищи в Германии Дигиталь Сакура. Вот. И они также есть в Apple Music. Так вот, с ними судьба сыграла несколько злой рок. Они очень любят рофлить. И у них есть шуточные релизы, несерьезные. И по иронии судьбы именно эти релизы у них самые популярные. Ну да. Как бы, хотя они не делают акцент на... Они не comedy. Ну это же есть такая тема, когда делаешь что-то, на что тратишь очень много сил, оно как бы не особо становится популярно, а что ты там за пару секунд на минут набросал, оно как бы выстреливает. Но это такой закон подлости, можно сказать. Так. Ну хорошо. Давай дальше. Смотри. Вот ты у нас поэт, который в основном проводит чтение не просто читая, а, так сказать, делает мелодикламацию. Почему ты выбрал именно такой формат выдачи? Тут не скажешь, что это было как-то прям серьезно, что я такой, так, надо что-то интересное. Не, оно как-то получалось, что навык игры на инструментах имеется, и думаешь ненароком, что, ну, попробую. Самому начинает нравиться, и дальше так и начинаешь делать, понимаешь, что получается. Возможно, это путь к становлению именно от поэта больше музыкантом. Возможно, нет. Ну, то есть, к чему жизнь свернет, неизвестно, но, скорее, просто то, что нравится. Делать то, что нравится именно поэтому. Какой жанр музыки ты любишь? Я не могу сказать, назвать никакой один, это точно. У меня вкус достаточно сильно разнится. Не знаю, могу ли я себя назвать меломаном или нет, это от рока до, не знаю, моментами и попсы, классической музыки, инди-групп, много разного, но чего-то одного выделить точно не могу. Как у тебя, да, как вот, к примеру, на, это Диви Кваба, на Net Label Monumental, как в их телеграм-канале их основатель, он же руководитель, он же практически, я так понял, единоличный продюсер, он постоянно публикует различные материалы абсолютно разного жанра, хотя в основном они фокусируются на электронной музыке, но они там, вот, бывает, там, типа, вот, недавно было 50 лет Рашин Мёрфи, это вокалистки группы Молоко, может, слышал такую, и вот он тоже в честь неё выложил материал, вот это тоже, да, вот такой меломан. Ну да, да, ну, и есть так. Хорошо, тогда вернусь я немножко к футуризму, смотри, но дело в том, что, к примеру, если мы возьмём футуризм итальянский, вот, оригинальный футуризм, не русский наш, а вот итальянский, где, собственно, футуризм зародился, то вот сейчас он как-то, его сейчас начинают отменять, потому что, вот на Западе вот именно, потому что, дело в том, что итальянские футуристы, и, в частности, один из видных их представителей, это Луиджи Руссоло, они влияли на формирование и участвовали в формировании такой идеологии, как итальянский фашизм. А, понятно. И поэтому сейчас... А у нас коммунизм, как бы. А у них вот фашизм, вот этот Муссолини, ну да, понятно. И сейчас вот это, я даже в Дискорде очень, была одна дискуссия в одном, на одном сервере с одним американцем. Он вот говорит, типа, я не могу, скажем, брать Луиджи Руссола как своего вдохновителя, потому что, вот он фашист. Говорит, я говорю, ты считаешь нормально, то, что его выставку... Говорит, да. Я говорю, но, говорю, это же часть культуры Италии, как бы, нельзя ее выбрасывать. Понятное дело, что, скажем, если бы они прямо пропагандировали, да и то, как бы, немецкую культуру в Германии, Третьего Рейха именно, никто не выбрасывает. Вот сейчас Лени Рифеншталь, режиссер, документалистка, она считается одной из великих режиссеров, хотя она снимала пропагандистские фильмы, например, Олимпия, проолимпийские игры в Мюнхене и Берлине 1936 года, или Триумф Воли, по-моему, она сняла, да, Триумф Воли, там как раз про вот эту нордическую стойкость немцев, вот, и как бы, там были всякие реплики, запретить ее фильмы, там, вот, но до сих пор никто ее сейчас не запрещает, вот, хотя она уже тетя умерла. Мне кажется, просто в Германии в целом, сейчас небольшое тогда предисловие к этой дальнейшей речи, у каждого общества, у каждого народа, национальности, есть какие-то свои общественные травмы, обычно это у страны идут. У нашей страны их огромное количество, начиная от основных войн, Первая, Вторая мировая, гражданская война, девяностые, сталинские репрессии, это все туда отсылается, есть прям научные исследования на эту тему, и в Германии, понятное дело, есть основное, это нацизм, в целом, нацистская как раз Германия, рейх, и фишка в том, что общество и страна должны проработать эти травмы, это работает так же, как и когда травма какая-то психологическая у человека, вот, но, к сожалению, у нас этого не происходит, у нас добавляются новые травмы, но русский с нами бог, вот, а в Германии этот момент очень сильно проработан, и я думаю, за счет этого к ней особо претензий не предъявляется, потому что, ну как, люди проработали, они поняли, как бы, искусство, оно как бы и находилось в политике, могло поддерживать, все было бы то же самое, могли бы отменять, допустим, того же Маяковского и футуризм у нас, если бы выиграл фашизм, допустим, фашизм проиграл, его осуждают, осуждают тех, кто был с ним, как это, правда, за победителями, как бы это ужасно не звучало, ни в коем случае не поддерживаю ни фашизм, ничего, фашизм или нацизм, и люди, которые его поддерживали, потом, ну, стали бы супертворцами искусства, а те, кто были, он тот же Маяковский, который поддерживал коммунизм, были бы как раз вообще все их отменить, запретить, и всех, кто их поддерживает, то есть это скорее какой-то больше политический момент, мне кажется, запретов, культуры, отмены, чем про искусство, искусство, оно какое есть, его нужно рассматривать с сухой, такой же журналистической позиции, что ты почитал, ты посмотрел, понравилось, не понравилось, но головой ты осознаешь, они поддерживали тот режим, хорошо, я его не поддерживаю, но мне творчество нравится, тем, что я поддерживаю его творчество, я не поддерживаю нацизм, так как он, ну, не существует больше, в плане, именно тот, который зарождала и поддерживала, допустим, она, ну, то есть, и все, понятное дело, если ты там поддерживаешь какого-то современного нацистского поэта, это своеобразная вещь, вот, или журналиста, то ты по сути поддерживаешь нацизм, но если ты рассматриваешь как кусок истории или искусства, это уже другой момент, по моему мнению. Ну, вот смотри, опять-таки, вот сейчас к этому, вот к теме нацизма, так сказать, вот в этом плане, смотри, вот есть, к примеру, такое направление, называется Dark Folk, и одним из его ярких представителей является группа Death in June, и его, их лидер уже, ну, уже остался один, он в группе, Дуглас Пирс, вот, и они в своем творчестве очень эксплуатируют нацистскую тематику и даже нацистскую символику, вот, к примеру, у них логотип Death in June, это вот этот череп Tottenkopf, знаешь, да, слышал, да, Tottenkopf, вот, и как бы при этом Дуглас Пирс нацистом не является, он, то есть, он говорит открыто о своих политических взглядах, при этом он вот эксплуатирует эту тему нацизма, язычества, потом, вот, к примеру, одним из его ориентиров является Юкио Миссима, знаешь, да, как говорил один мой такой воинствующий гомосексуал на службе императора, никакой пропаганды, не осуждаем, но и не пропагандируем, и в том дело, то, что он сам, вот этот Дуглас Пирс, он и сам гомосексуал, что, казалось бы, с нацизмом-то не вяжется, когда Гитлер там в концлагерях гомосексуалов сжег, и сам Дуглас Пирс гомосексуалист, тем не менее, в Европе его группа вызывала большой резонанс, кстати, само название Death in June долгое время считалось то, что происходит якобы от ночи длинных ножей, которая была в июне 34-го, да. Ну, как по мне, просто на самом деле он, возможно, использует это для как раз-таки резонанса, резонанс придает известность, и такой, как один из путей развития. Не могу сказать, что поддерживаю, и не могу сказать, что осуждаю, вот, к трагичным последствиям действиям оно не приводит, и хорошо. То есть, в целом, да, кстати, что мне интересно, нацистская и славян, и народная какая-то тематика очень часто связана между собой, языческая, вот, языческая именно, вот. Ну, он, как бы, это все на его, и совести его деле, он имеет право высказывать, если он сам говорит, что он не поддерживает такой режим, значит, это просто как момент искусства. Если взять тоже, кто затрагивает исторические какие-то, это вот группа Саббатон, у них очень много песен, затрагивающих историческую и нацистскую Германию, но при этом есть и Советский Союз и в положительном ключе, но их же, они просто делают это более, видимо, аккуратно и более разносторонне. Ну, видимо, у группы Death and June более узконаправленность, может, выбранная из личных каких-то интересов, чего-то, может, просто из-за эстетики, которая их привлекает. Они на это имеют полное право. Да, вот у него такие произведения, они как бы многослойные и очень много слоев, в том числе, иронии. Вот. Смотри, вот недавно произошел, вот, уже не политическая отмена, а социальная. Смотри, недавно произошел случай, недавно в Германии завели уголовное дело на солиста группы Rammstein Тиля Линдемана. ни хига себе. Да, его обвиняют в изнасилованиях. Вот. И вот на следующий день, как сказали в уголовном деле, на следующий же день Universal Music сказали, что больше не будут сотрудничать с Rammstein. При этом, по словам очевидцев, другие участники группы тут не при чем. Это все там не чисто сам Тиля. Там суть-то в чем была? Там суть в том, что Тиля Линдемана их концентрный директор организовывала секс-вечеринки, в которых заманивала девушек. Ну, это все в стиле Тиля, на самом деле. Да, все в стиле-стиле, как бы, потому что даже сравнить его сольное творчество по сравнению с... О-о-о! Да, и у него же есть отдельный проект Тиль Линдеман. Да-да-да. Линдеман просто. Это, короче, это кошмар. Ну, то есть... Ну, нет, это имеет право быть, как бы. Он очень эпатажный. Это вот, опять же, как человек, который с лет 13 фанатеет от Рамштайн, знаю все творчество наизусть. Я с пяти. Вот. И, ну, то есть, ну, как будто бы... У меня ощущение, что их не отменят до конца, потому что Тиль просто сам по себе и Рамштайн, они получили очень большой статус в целом в мире. То, что они, даже если высказываются или что-то делают, то делают это красиво, делают это стильно, делают это хорошо. Да. Вот. То есть, отличались адекватностью. Да, хорошо, пусть судебный процесс пойдет, пройдет, но, да, может, часть контрактов чего-то у них идет. Но, скорее, мне кажется, может максимум уйти у самого, у группы Линдеман, но, вряд ли у Рамштайн. Ну, в плане, что, я думаю, это не настолько будет трагичный или какой-то процесс все-таки. Ну, как будто бы это было отчасти ожидаемо с темпераментом Тиля, в целом, с его поведением, поэтому, ну, человек корзинки плел раньше. как бы у него и отец вообще-то детский писатель. вот этого я не знал, кстати. Вернер Линдеман, он детский писатель немецкий, но они же жили-то в ГДР, это как бы не ФРГ, то есть это, считай, как бы нашу советскую. да, да. Вот это все. И к чему это хотят? Как бы, сами участники группы даже говорят о распаде, если вдруг подтвердится это. Потому что, ну, с другой стороны, это правильно, потому что, к примеру, вот, насчет отмены тоже есть одна история, ну, как, это даже больше не про отмену. Вот, знаешь группу Косейбин? Нет? В общем, есть такая британская группа Косейбин, она довольно известна, у них известный сингл Club Food, ты наверняка его слышал просто. Ну, да, по названию не определю. Да, по названию не определишь, но ты наверняка его мог слышать где-то. И вот, в 20-м году, значит, их вокалиста, фронтмена, который стал лицом группы, хоть он не был лидером группы, но он был лицом, вот, его обвинили в домашнем насилии, он избивал свою невесту, он признал себя виновным, но, что ты думаешь? То есть, как бы, там, правда, его, там, ну, там штраф, конечно, или что-то, короче, он не сидит, но все равно, что ты думаешь? Гитарист, вот, собственно, лидер этой группы, взял его, выгнал, и встал на место вокалиста. Ну, и это сразу, как бы, видно, как он сам стал вокалистом, и сразу видно, по сути дела, как упала, вот это Косейбен, потому что, вот, я по своей точки зрения, вот, вокал Пиццорна, это как Тимати взял гитару, вот, Тимати, вот, ты запел, вот, если запел, прямо не зачитал, запел, ну, да, да, это вот, это же большинство групп, когда уходит, там, главный вокалист, они, как бы, очень сильно теряют популярность. Ну, вот, видишь, как бы, они, как бы, Рамштайн не рискнули пойти на это, потому что, вот, их гитарист Круспе, он же тоже занимается, у него сольный иммигрейт. Да, 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 вот. Ну, звучит, на самом деле, как Рамштайн, по большей части, просто такой более индастриал. Ну, он более, да, индастриал такой, чем Рамштайн, как Рамштайн, он такой больше, я всегда говорил, то, что Рамштайн, это индустриальный шансон, вот, у них просто, да, да, три аккорда, и все, как бы. Ну, у них и стиль такой, более какой-то, ну, как, его даже не описать, это стиль Рамштайн, все, как бы. Ну, как они себя называли, танц металл. Ну, типа того, да, да, ну, говорить про самого Тиля, как бы, его дело. Или вот, даже вот, если брать актеров, вот, к примеру, Джонни Депп, да, когда был этот процесс с Эмберхёрд, там все сразу там начали ему отказывать в ролях, а потом оказалось, что он невиновен. Да, да, но это момент того, что у нас просто общество, в целом сейчас мир очень быстрой информации, и когда людям вкинули то-то-то-то, люди у нас, к сожалению, все очень любители всяких сплетен, новостей, люди сразу сами себе додумали, и из-за этого, конечно, очень может трагично обернуться жизнь человека, но это как, оно есть, это в нашем обществе просто имеется, с этим мало что мы можем поделать, как обычные люди, самим не, ну, не иметь причастности к этому, не поддерживать такое, вот эту культуру отмены. Со временем это, мне кажется, история циклична, она уйдет, придет адекватно, но потом, через время, оно снова вернется. История не то, что циклична, она повторяется всегда, и волнами накатывает различные движения общества. Как ты считаешь, вот может ли поэзия служить средством пропаганды? Ты писал то, что, вернее, не ты писал, а в интервью, которое недавно публиковал в телеграм-канале своем. Да, с журналисткой Ирой Кирилловой, прекрасной. Да. Ты писал то, что писать на заказ, это как бы, написанное на заказ, ни в какие рамки не идет с чем, что написано от души. Как же вот насчет вот этих зет-поэтов, которые как бы, они вроде бы, кто-то и на заказ пишет, а кто-то... Ну, тут момент в том, что если человеку заплатили деньги, и он через силу написал что-то вот подобной тематики, и другое дело, когда человек искренне в это верит и искренне пишет, это, ну, вот в таком случае, на какую бы тему это ни было творчество, оно будет на голову выше, чем тот, кто написал, ну, скажем, принудительно. Потому что поэт просто себя, независимо от того, что именно, про что, про какую тему ему заплатили там написать, или заставили, попросили, он все равно пишет через такое внутреннее не хочу, за счет чего вот эта стенка, она, ну, не дает той поэзии, которая могла бы быть. Когда человек делает это искренне, это видно, это читается очень хорошо в строках поэта. Хорошо, но вот в основном же пропагандистские стихи, они же в основном слишком банальные. Вот как бы, ну, именно поэтому, да, потому что это неискренне. Даже если не на заказ. Ну, а, так, тут можно на статью нарваться. Ну, постарайся не на статью. Вот, ну, просто мне кажется, нет, я лучше воздержусь тут от комментариев, мои комментарии слишком могут быть, не очень, поэтому, я думаю, мы к следующему вопросу. Хорошо, расскажи немножко о прозе. Ты пишешь прозу вообще, и почему ты не хочешь публиковать ее, или вообще? Да, у меня написано достаточно, ну, приличное количество прозы, но мне не нравится, во-первых, качество самой прозы, и для себя я сделал вывод тем, что я начал писать скорее сценарии, или какие-то концептуальные задумки, их расписывать. Мне просто кажется, я не достиг того уровня, когда я могу показать эту прозу, когда она будет хорошего формата, хорошо восприниматься, красиво звучать, передавать свой смысл таким, какой он должен быть, в таком случае, да, но я считаю, что я сейчас не дорос, может быть, не доросту в целом, потому что все-таки хочу сейчас перейти на более практико-ориентированные вещи, это вот сценарии, что к фильмам, что к театральным постановкам, вот, ну, что-то в этом роде, не знаю, далека для меня проза моментами, достаточно далека. Хотел бы ли ты сам снимать фильмы, или сам ставить постановки? Конечно, с превеликим удовольствием, а я и делал и то, и то в свое время. У нас есть выпущенный фильм, «Морта доля культура», это очень такой концептуальный фильм, который сделан изначально был для школьного проекта по обществознанию, но в дальнейшем вышел немного за рамки этого проекта, вот, его можно что на ютубе найти, что у нас в группе ВК эпиграфа, вот, и мы, у нас есть два поставленных спектакля, к сожалению, мы не можем их повторить, из-за того, что большего части состава актерского не имеется, у нас те, что были, плюс, ну, время прошло, такие спектакли были скорее, чтобы в ту минуту показать то, что ты думаешь. Это у нас общество мертвых поэтов, как раз таки, и «Право на душу». Вот, я имел честь ставить, писать, и в целом этим и планирую дальше заниматься, учиться, я собираюсь на режиссера, вот, поэтому режиссер как театр, а так и кино, телевидение. В Петербурге? Ну, дай бог. А если не в Петербурге? Ну, вот, при этом же не поступишь. Новгород, Новгород, конечно. А на кого? На режиссера у нас нет, ну, там вот... Журналистика? Журналистика, может, организация каких-то массовых мероприятий, чем вот тоже занимаюсь, оттуда можно будет вырулить уже. Хорошо, тогда финальный, банальный аккорд. Почему Берс? Это, Берс, это фамилия, и какая-то вот, или... По сути, я могу сказать, что это одновременно и фамилия, и псевдоним, потому что это является фамилией по материнской линии, не по отцовской, из-за чего она, ну, как бы, дальше не передалась. В честь моего прадеда меня назвали Олегом, и он имел фамилию Берс, и считался одним из самых творческих людей в семье, за счет чего, и как в знак памяти, и в знак того, что мне эстетически просто нравится это слово с четырех букв, был выбран такой псевдоним, можно назвать это так. Вот. Ну, скажу тогда небольшую, подытоживающую такую тогда речь. Без разницы, какой псевдоним, без разницы, какое название коллектива, группы, чего-либо, это всего лишь созвучие букв. Самое главное, что несет смысл, что несет, какие эмоции тот коллектив, поэт, музыкант, актер. Главное, творить, продолжать творить, надо экспериментировать, тратить силы, тратить время, как бы ни было сложно всегда продолжать, гнуть свою линию и стараться развиваться, делать что-то новое, анализировать старое и никогда не сдаваться. Это вот такая мораль у нас сегодняшнего нашего подкаста. Да, спасибо тебе большое за то, что посетил нас. Что позвали. Всего хорошего. Всем доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова